Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Владислав на проекте компьютер для начинающих. Как увеличить размер системного диска C? Дело в том, что со временем на компьютере устанавливаете какие-то программы, скачиваете файлы, и размер вашего логического диска C начинает расти, 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 пока не подходит к своему пределу. У меня еще на моем компьютере этого нет, но ситуация уже близка. Сейчас я вам покажу, как обстоят дела у Владислава. Вот, обратите внимание, диск C. Свободно осталось на нем 30 гигабайт из 105. Этот диск мне нужно расширить. Я буду расширять его за счет диска D, на котором находятся данные. Итак, воспользуемся мы для выполнения этой операции бесплатным программным обеспечением. Программа IOMA Partition Assistant Standard Edition. Надеюсь, что я правильно прочитал. Сейчас в режиме реального времени мы с вами эту процедуру проделаем. Почему нельзя, я вам как-то показывал, штатными средствами это сделать? Сейчас покажу вам ситуацию мою. У вас она может быть такой же. Итак, входим в создание и форматирование разделов. Вот, обратите внимание, диск C, мой и диск D. Между ними системный раздел, раздел восстановления. То есть, диски можно через вот эту оснастку стандартно объединить, только в том случае, если они будут стоять рядом. Здесь же ситуация иная. Поэтому воспользуемся приложением вот этой программы и скачаем ее бесплатно. Pro-версия нам не нужна. Сейчас все в режиме реального времени будет происходить. Итак, пошла закачка. Сейчас подождем какое-то время. Итак, программа скачалась. Начнем ее установку. Сейчас я это окуно закрою, чтобы было видно. Сам я ее первый раз при вас устанавливаю. И сейчас мы с вами посмотрим, как все это делается. Так, это нам не надо. Нажимаем Skip. Нажимаем Далее. Как всегда, нужно принять условия соглашения. Далее. Далее. И еще раз Далее. Создать значок на рабочем столе. Ну, пусть будет. Не помешает, как говорится. Установить. Пошел. Итак. Все готово. Смотрим, что за галочки тут стоят. Так. Запустить программу. Я английским языком плохо, честно говоря, владею. Надеюсь, что вы лучше. Ну, не знаю, что вот это Джон. Программ. Ладно. Бог с ним. Итак. Вот. Программа запущена. Она перед нами на экране. Что нужно сделать? Первым делом. Первым делом я хочу кусок от диска D отрезать. То есть сжать его. Итак. Смотрим, где в этой программе эта процедура находится. Так. Что это за окно? Ага. Видите, когда нажимаю клавишу F9, выскакивает какое-то окошко. Так. Сейчас. Все. Итак, нашел я эту кнопку изменения. Сначала выделяем диск D. Изменение размера. О. Вот здесь мы его где-то приблизительно сожмем. Ну, вот так вот. Чтоб осталось на диске где-то 74, 75. Вот так. Итак, нажимаем ОК. Вот, видите, диск D у нас уменьшился. И появилось у нас незанятое пространство. Поехали дальше. Теперь нам нужен диск C. И что нам нужно? Слияние разделов. Вот. Незанятое. И ОК. Ну, теперь совсем другое дело. То, что мы с вами хотели. Было 100, стало 150. Естественно, диски можно менять только за счет размеров друг друга. То, что у нас пустого пространства, больше с вами нет. И нажимаем Применить. Проверяем, что здесь. Значит, первое. Изменить размер. Вторая операция. Перемещение и изменение размеров. Третье. Перемещение раздела. Измените размер раздела. Расчетное время может занять 40 минут. Ну, что ж. 40, значит 40. Поехали. Я сейчас пока отключусь. И когда все будет готово, опять включу видео. Программа закончила свою работу. И мы добились с вами того, чего хотели. Диск C увеличил свой размер за счет диска D. Давайте сейчас проверим по папке Мой Компьютер. Также обратите внимание, диск C увеличил свой размер по сравнению с тем, что я показывал вам в начале ролика. На этом все, дорогие мои. С вами был Владислав. До встречи в следующих роликах. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставить лайки. Крепкого вам здоровья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok